Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Кандидат физико-математических наук Старший научный сотрудник лаборатории космической геодезии и вращения Земли Института прикладной астрономии Российской академии наук А также преподаватель юношеского клуба космонавтики имени Титова Сергей расскажет нам о том, как простые уравнения могут приводить к сложным решениям На примере задачи Сидникова Пока моя презентация не загружается, мы уже проверили, что она работает Я расскажу такой анекдот У нас сегодня вроде как собрание такое психологическое До меня выступал психолог, и после меня тоже будет выступать психолог И тут рассказывали про то, как получается, что психология работает У меня есть тоже своя теория на тему того, как работает астрология Очень сходная с тем, как у предыдущего доклада был рассказ о том, как работает психология Когда ребенок маленький рождается, у него наверняка всегда есть какие-нибудь бабушки, тетушки Которые верят в астрологию, они читают всякие гороскопы А потом соответствующим образом отмечают те действия ребенка Который проявляет себя по-разному, которые соотносятся с соответствующим тем или иным знаком То есть то, что они там прочитали И в результате этот ребенок вырастает в такой среде И для него реально как-то действуют какие-то эти самые гороскопы Вот такая вот теория Ну, пока психология одобреет Собственно, про что я сегодня хотел начать рассказывать Про хаос и про то, как он появляется Обычно, когда говорят о хаосе и приводят какие-то примеры Приводят пример, например, текущего потока Вы знаете, да, вот река Все были на реке, на бурной реке Там всевозможные завихрения, бурления И сложно предсказать или невозможно предсказать поведение каких-то отдельных частиц Или вот если вы бросили щепку в реку, она поплыла каким-то одним образом Бросили другую, она поплывет совершенно хаотическим образом другим Подобные системы хаотические возникают в атмосфере Например, когда у вас летит самолет И за крылом самолета появляются всевозможные хаотические завихрения воздуха Которые тоже очень сложно описывать И из таких примеров может показаться, что Вот с отдельными частицами-то мы умеем работать И у нас все хорошо, когда у нас частиц немного Там один, два, три, четыре Вот, а вот когда частиц очень много То нам сложно предсказать, как они будут себя вести Когда появится моя презентация, я начну рассказывать Что сложные хаотические решения могут возникать и у простых уравнений Потому что в этом что-то есть Это действительно так Когда частиц много, нам сложно их описать И тут даже появляются другие разные методы описания То есть мы не можем, скажем, в этой комнате Описать траекторию каждой отдельной молекулы воздуха Но мы выводим некоторые статистические характеристики Всех молекул воздуха, которые находятся в данной комнате Например, температура Температура воздуха в комнате Или давление воздуха в комнате Вы же понимаете, что на самом деле никакого давления или температуры нет У нас есть атомы, которые с какой-то скоростью летают Но мы не можем описать все атомы Поэтому мы описываем их поведение в комнате Вот такими характеристиками, как давление или температура Дело в том, что я не собирался рассказывать про макроскопические описания А как раз хотел остановиться на микроскопических То есть рассмотреть движения тел каких-то отдельных Которые двигаются только под действием силы тяжести И показать, что даже в этом случае В задачи трех тел возникают хаотические решения Вопрос о том, что нельзя описать полет насекомых С помощью формул каких-то Ответ на этот вопрос такой интересный Что описать можно Но проблема в том, что если мы что-то можем описать формулой Какое поведение чего-то То не всегда нам это что-то дает Скажем так Но допустим, мы можем написать уравнение движения Для шмеля, допустим Которое будет учитывать и скорость движения его крыльев Скорость набегающего потока воздуха и так далее И это уравнение будет более или менее простым Ну то есть его можно будет обозреть, скажем, на одном экране То есть там будет много каких-то значков математических Но это будет не очень сложно выглядящее уравнение Проблема в том, что мы не сможем его решить У нас не будет какого-то хорошего решения для этого уравнения То есть мы не сможем взять это уравнение И построить траекторию полета шмеля с хорошей точностью То есть нет проблем с описанием То есть мы знаем все физические законы По которым летит насекомое То есть сопротивление воздуха Движение его крыльев, форму крыльев и так далее Собственно, вот да Так как у меня в заглавии вынесено про эффект бабочки Вот как так получается, что бабочка помахала крыльями А потом у нас случился торнадо Там разнесли какие-то дома и все такое Да, ну вот это как раз пример системы хаотической В которой множество частиц То есть это атмосфера, где много-много молекул воздуха И нам сложно описать каждую молекулу Но как бы про статистические такие описания Это я как-нибудь в другой раз А сейчас про более простые вещи Ну вот если возвращаясь к тому, что вот здесь нарисовано И вот возвращаясь к вашему вопросу про, например, полет шмеля То есть что мы хотим от наших формул Мы хотим не просто формулу, которая описывает поведение шмеля Потому что она нам ничего не дает Нам нужна какая-нибудь формула, которая дает нам предсказание каких-то событий Ну, когда шмель долетит отсюда, вот до той двери Нас не особо интересует, что мы можем из скорости шмеля в настоящий момент Получить приращение его координаты в следующую микросекунду Нам интересует, когда шмель отсюда долетит до туда И чтобы понять, о чем идет речь Вот я здесь привел на слайде разные виды уравнений С которыми мы можем сталкиваться Самое простое уравнение Это когда решение уравнения — это число или несколько чисел То есть у нас есть какая-нибудь формула для какой-то кривой Есть формула для другой кривой Мы можем их приравнять друг к другу У нас получится простое уравнение Ну или может быть в каких-то случаях система уравнений Мы их решим Можем решить численно, допустим численно Мы можем решить вообще любое такое уравнение без проблем Найдем решение и узнаем То есть если бы у нас была формула, дающая нам изменение положения шмеля со временем Когда он летит через эту комнату То мы бы легко могли найти из нее время, в которое он достигнет двери Второй вариант уравнений, когда решение уравнения — это некоторая кривая или поверхность Но вполне определенная В данном случае у меня написано уравнение эллипса И здесь нарисован эллипс То есть в этом уравнении переменный x, y Это координаты точки И этому уравнению удовлетворяют все точки, которые лежат на эллипсе Здесь могут меняться как-то параметры Если они меняются, то у нас будут получаться разные эллипсы Но это всегда будет эллипс А вот последнее У меня какое-то непонятное уравнение написано Но я сейчас буду пояснять, что это значит И решением такого уравнения может быть множество всевозможных функций И вообще говоря, неведомых нам функций То есть вот здесь понятные функции, которые мы можем записать с помощью элементарных функций Ну там всяких синусов, косинусов, корней и так далее А решением вот такого уравнения может быть какая-то функция Которую мы вообще не можем записать через привычные нам функции Чтобы разобраться с тем, что вот это вот такое из себя представляет Мы начнем сначала Что такое функция вообще? Функция — это некоторое правило, по которому мы из какого-то одного множества Получаем элементы какого-то другого множества Если это множество, о которых я сейчас говорю, это вещественные числа То у нас вот множество вещественных чисел И каждое число из этого множества сопоставляется некоторому другому числу Из другого множества вещественных чисел, которые у нас складываются по оси y И у нас получается вот функция такая, как вы ее привыкли видеть То есть у нас есть аргумент x и значение функции f от x Мы легко такое изображаем на графике Что нам еще понадобится для понимания? Это понимание, что такое линейная функция Это вообще очень простая функция, которая просто прямая, проведенная на плоскости Которая описывается вот таким уравнением Что оно значит? Тут всего два параметра, а и b, видите? Так вот, параметр b — это точка, в которой наша описываемая прямая Пересекает ось y Вот у нас вертикальная ось y, горизонтальная ось x А вот этот параметр a — второй, он характеризует наклон этой самой прямой проведенной Если мы на прямой отложим какой-то произвольный отрезок И спроецируем его на одну ось и на другую ось То отношение вот этих двух отрезков проекции И будет вот этот самый коэффициент a Понятно, да? То есть у нас есть очень простое уравнение прямой Которая описывается тем, насколько эта прямая поднята Или опущена вот этим коэффициентом b И описывается то, насколько она наклонена, так или иначе, коэффициентом a И теперь мы можем рассмотреть несколько более хитрое понятие Понятие производный Вы, наверное, помните это из школы, но там что-то такое было непонятное, странное На самом деле все очень просто Если у нас есть какая-то функция, она здесь синим нарисована То касательная к этой функции в точке называется производной То есть коэффициент a касательный в точке То есть если мы проведем прямую, которая касается нашей функции То коэффициент a вот этой прямой Это будет производная от исходной функции Вот здесь вот на этой картинке приведен график некоторой функции синим И график производной Производная сама по себе тоже может быть функцией, естественно То есть мы ее можем считать в разных точках И получать значение производной Вы видите, что у меня в каждой точке проводится касательная И вот коэффициент a прямой, который представляет себя касательный Он откладывается вот здесь вот И является производной от исходной функции То есть взятие производной Это такая вот операция с функцией То есть мы берем одну функцию Получаем из нее некоторую другую функцию Теперь придем к... вспомним немножко из физики Вот у нас сейчас рассматривается тело, брошенное под углом к горизонту Ну, чтобы было наглядно, я даже запас тела Вот у меня есть мячик Я его могу бросить под углом к горизонту И он полетит вот примерно так, как нарисовано на этом графике То есть вот я его бросаю, и он полетел Чтобы описать положение мячика Нам нужно иметь его координаты Вот они у меня помычены Координаты y, координаты x И скорости Почему нам важно знать скорости? Ну, потому что если мы, допустим, кидаем в кого-нибудь мячик То ему очень важно, с какой скоростью ему в лицо прилетит мячик Если он прилетит с маленькой скоростью, то ему будет не больно А если скорость будет большая, то будет очень больно Вот, ну и для описания движения нам тоже важны скорости Поэтому мы можем вот эту вот координату одну частицы, координату другую частицы Ну, в данном случае мячика И скорости мячика объединить все вместе и назвать одной большой буквой x Вот, и сказать, что это вот такая новая функция, состоящая из четырех функций Которая меняется от времени Здесь у меня время тикает в секундах Вот И летит мячик И теперь мы легко можем понять, что такое вот это вот непонятное уравнение Которое было вот тут Уравнение движения Производная от координаты скоростей мячика равна некоторой функции от этих же координат и скоростей Для мячика очень простой То есть у нас в обобщенных координатах у нас есть координаты мячика и скорость мячика Скорости тоже по двум осям Производная от координаты равна скорости Ну, понятно, да? То есть скорость изменения координаты — это скорость Скорость изменения второй координаты — это скорость по второй координате Скорость изменения координаты x — это Скорость изменения скорости по координате x — это 0 То есть если у нас ось y была сейчас вертикальна Ось x горизонтальная, как я кидал мячик То его начальная скорость по координате горизонтальной не менялась Я какую скорость придал, он с такой и летел. А вертикальная составляющая скорости менялась очень быстро, потому что у нас тут есть закон всемирного тяготения, который все тела притягивает друг к другу. И наша планета притягивает мячик и тем самым изменяет его вертикальную составляющую скорости. Вы помните из школы тоже, что у Земли вот это самое земное притяжение можно описать очень просто, что оно придает всем телам одно и то же ускорение. Опыты Галилея и все такое. Поэтому я написал здесь, которая равна 9,8 метров за секунду в квадрате. Ну, помните. Поэтому вот это получается очень простое описание движения мячика. Так вот, на самом деле, если мы рассматриваем не мячик, а планету в космосе, то уравнения движения почти такие же простые. Мы точно так же можем взять обобщенные координаты планеты и производная от них будет равняться вот такой вот штуке. Здесь у нас точно так же скорость, но тут вообще все просто. А здесь производная от скоростей — это ускорение, соответственно, тоже по одной координате и по другой координате. И ускорение, которое зависит от координат и времени. В случае планет от времени зависимости на самом деле нет. То есть от чего зависят эти ускорения? Они зависят от расположения тел. То есть если у нас как-то тело в пространстве, то между ними действует закон Семернования, знаете, и единица на р квадрат дает нам притяжение одного тела к другим. Соответственно, эти силы будут превратиться в ускорение. И поэтому у нас есть такая простая форма описания движения, что для мячика, что для планеты. Вот в таком вот виде сокращенном. То есть производная от обобщенных координат равна некоторой функции от этих координат. Что такое уравнение подразумевает? Оно нам говорит, что у нас есть соотношение между некоторой функцией от функции, которую вы хотите найти, и производной от нее. То есть если взять функцию, как-то значение ее, что-то с ними сделать, то вы получите производную на выходе. Для таких уравнений очень важным становится зависимость от начальных параметров. Потому что предыдущие два типа уравнений, там вообще такого понятия не возникало, начальные данные. А в данном случае возникает. Вот пример со спутником, движущимся вокруг Земли. Вот у меня такая зеленая планета, Земля. И рассмотрим спутник, движение которого описывается тоже таким простым законом. Но оно будет существенно отличаться в зависимости от того, с какой скоростью этот спутник двигается. Если у нас скорость спутника меньше первой космической, спутник просто падает на планету. Если скорость равна первой космической, он летит по круговой орбите. Если скорость между первой космической и второй космической, то он летит по эллиптической орбите. И если скорость больше второй космической, то он улетает по гиперболической орбите. Вы видите, что в зависимости от начального параметра скорости, то есть все остальные начальные параметры у нас одинаковые. То есть у нас одинаковое положение начального спутника вот здесь, во всех вариантах. А вот начальная скорость меняется. И в зависимости от начальной скорости у нас решением являются разные кривые. В одном случае это эллипс, а в другом случае гипербола. Это простой случай задачи двух тел, когда мы знаем точное решение. Сейчас перед тем, как переходить к сложным случаям, мы немножко рассмотрим то, как можно это уравнение решать. То есть для мячика или для спутника у Земли, в самом простом приближении, мы можем решить это уравнение точно. То есть мы можем найти траекторию, это будет эллипс, парабола или гипербола. И мы знаем, как он будет двигаться. Но когда уравнение более сложное, скажем, для планеты, мы такую функцию найти не можем. И мы такое уравнение можем решать только численно. И вот сейчас я покажу, как такие уравнения решаются численно. Так, эта картинка очень похожая на ту, которая была у меня для просто движения мячика барошиного. В начальный момент времени мы знаем, как получить ускорение мячика. То есть мы знаем, что он находится вот здесь, и я его бросаю с какой-то конкретной скоростью. То есть мы начальные данные мячика знаем, как нам вычислить потом, как он полетит дальше. Вот это уравнение дает нам очень простой способ решения. Так как вот эта функция позволяет нам вычислить для изначальных данных скорость их изменения. Соответственно, мы можем их приблизить линейной функции. И вычислить, где он будет в следующий момент мячик, если мы считаем его движение линейным. То есть первым линейным приближением. y' от t, производная от обобщенных координат, нам дается формулой. Мы просто подставляем значение в формулу и находим. Умножаем на некоторый шаг по времени и получаем положение мячика в следующий момент времени. То есть у нас было положение мячика в начальный момент времени, а это положение мячика в начальный момент плюс дельта t. Дельта t у меня сейчас 0,4 секунды взято. Потом здесь мы тоже имеем красную нарисованную производную в каждой точке. и сдвигаемся по ней еще на дельта t и таким образом рисуем траекторию. Вы видите, что такая вот численная траектория, построенная сейчас, она как-то очень сильно отличается от точной орбиты. И это показывает, что при численном решении очень важно выбирать параметр шаг по времени. Потому что если мы выберем его поменьше, то у нас траектория будет получаться гораздо более точной. И если мы выберем еще меньший шаг по времени, то мы можем в результате численную траекторию получить почти совпадающую с точной. Вот сейчас шаг по времени уменьшен всего в 4 раза. Видите, как гораздо более близко идет вычисленная численная траектория к настоящей. Теперь перейдем к задаче, когда от выбора начальных данных происходят гораздо более существенные изменения траектории, чем в случае спутника, который летал вокруг Земли. То есть для спутника мы меняли скорость, и у нас орбита его менялась от падения на Землю до круговой орбиты, до эллиптической орбиты, и потом ухода по гиперболе. Рассмотрим такую вот интересную задачу. Пусть у нас есть двойная звезда с одинаковыми массами, двигающаяся по каждой из звезд в паре, двигается по эллиптической орбите вокруг общего центра масс. И теперь добавим в эту систему с двумя звездами третье тело. Оно будет пробное, ну то есть, например, космический аппарат. И массой космического аппарата мы можем пренебречь, он на движение звезд практически никак не влияет. А вот звезды на космический аппарат влияют очень сильно. И если мы поместим космический аппарат на ось Z, то есть у нас задача трехмерная. У нас есть плоскость, в которой двигаются двойные звезды, то есть, скажем, плоскость вот этой сцены. Дополнительно я сбрасываю на сцену третье тело, космический аппарат. Какие силы на него будут действовать? На него будет действовать сила притяжения со стороны двух вот этих вот планет. Причем они будут его тянуть в разные стороны, и поэтому компоненты силы, пытающиеся сдвинуть его с оси Z, не будет. То есть силы, действующие по направлению… Сейчас я сделаю пример, чтобы мне было проще. И третье тело, пробное. Так вот, если у меня пробное тело падает, то его притягивает сила в направлении этого тела и в направлении этого тела. И компоненты этих сил, они уравновешиваются, потому что мы находимся ровно над центром масс-системы. Соответственно, силы, действующие в разные стороны, они компенсируются. Остается только сила, притягивающая его к плоскости. Но когда он двигается к плоскости орбиты, он приобретает кинетическую энергию. То есть он набирает скорость, и плоскость орбиты пролетает с большой скоростью, вниз. Я сейчас одной рукой не поймаю, поэтому я его не буду бросать. Так вот, он пролетает плоскость орбиты, и дальше, представим себе, что у меня картина инвертировалась, он пролетел в плоскость, теперь он вылетает из плоскости вверх, этот космический аппарат. Теперь силы притяжения со стороны этих двух мячиков, они вот тянут обратно, и постепенно его скорость замедляется. Через какое-то время он опять начнет падать вниз. Они при этом двигаются по своим эллиптическим орбитам, каждый по своей. Понятно, да? Так вот, из-за того, что период движения двойной, он постоянный, а время, которое тратит космический аппарат, чтобы упасть, оно оказывается случайным, почему так получается. Потому что, если, допустим, космический аппарат летел к плоскости орбит, и в это время тела были близко, тогда они действовали на него с гораздо большей скоростью и разогнали его до большой скорости. А если в тот момент, когда он подлетал к плоскости, тела разошлись на большое расстояние, то сила притяжения была гораздо меньше, и он разгонится до меньшей скорости. Так вот, если мы посмотрим на вот эту картинку, на траекторию движения третьего тела, вот здесь у меня нарисовано движение тел двойной, и синхронизировано с ним движение третьего тела. То есть вот здесь отложены корнята z, а здесь время в периодах двойной. Так вот оно как-то летает, а потом улетает на бесконечность от этого тела. У меня даже этот самый слайд прогрузился, которого не было. Ну и замечательно. Так вот, математики для вот этой вот задачи, то есть ее очень любят прикладные математики, несколько там по своим причинам, они вывели такую интересную закономерность о том, что если вы возьмете последовательность чисел натуральных, любую, конечную и бесконечную, там числа 1, 1, 1, или там цифры из десятичной записи числа π, ну вообще любую последовательность натуральных чисел, которые вы можете придумать, то существует такое решение задачи Ситникова, что эта ваша последовательность натуральных чисел будет выражена целым числом периодов между пересечением третьим телом плоскости орбиты двойной. То есть вообще любую последовательность. Из этого есть всякие интересные свойства. Например, если вы хотите, мы можем различать существенно разные траектории. Вот у меня здесь на этом графике вариация траектории третьего тела при изменении начальной скорости аппарата. То есть он у меня подвешен над плоскостью двойной. Я его отпускаю, но я могу придать ему маленькую скорость. Так вот здесь эта маленькая скорость меняется с шагом одна тысячная метра в секунду. Вы видите, что какое-то время эти траектории повторяются. То есть вот каждая картинка здесь — это новая траектория при другой начальной скорости. Так вот, если мы будем различать разные траектории, вот именно в том смысле, как я сказал, в смысле последовательности. Допустим, вот здесь вот, скажем, 3, 1 период. Здесь, наверное, будет тоже 1, 2. Вот здесь больше, там здесь 10 получается. Ну, просто нам так удобно описывать. То есть понятно, что если мы… Еще какие-то маленькие изменения начальных параметров, то они будут приводить к изменению вот этих вот загогулин в пределах целых чисел. Но мы как бы будем отличать. То есть вот одной последовательности целых чисел и другой последовательности целых чисел будут соответствовать принципиально разные решения. Ну, типа как вот парабола или гипербола или там эллипс, если задача, связанная со спутником. То есть такой как бы критерий, что решение уже совсем другое. То есть раз у нас тут, ну, если у нас вот следом за вот этим каким-то, вот когда он сейчас тут будет какой-нибудь ровный, там числом 1 идет не 1, а вот сейчас пошло, например, в какой-то момент 10 периодов. То есть вот это вот, когда у нас различается на целое число периодов, порядок следования периодов двойных, мы будем считать это принципиально разными траекториями. Так вот, если мы хотим предсказывать движение этой системы на времени t каком-то, то нам нужно, то из этой теоремы следует, что у нас будет e в степени t различных траекторий. И, соответственно, даже если у нас есть абсолютно точный компьютер, который абсолютно точно предсказывает нам траектории, то ему нужно будет из входных данных прочитать t значащих цифр в начальных данных. Ну, допустим, если нам надо на 100 периодов прочитать движение двойной, движение третьего тела, то нам нужно прочитать входные данные с точностью 100 знаков после запятой. 100 периодов, 100 знаков после запятой. Понятно? И очень быстро такая задача становится непосильной для любого компьютера, который вы не предложите, потому что операции с таким числом значащих цифр, они нереальны. Ну, мне сейчас уже тут показывают, что мне пора закругляться. Вот, поэтому я закругляюсь, скажу только, что вот когда такая штука может быть интересна. Вот если мы живем, например, и возвращаясь к бабочкам, если мы живем в двойной системе, в системе двух звезд, то мы можем запустить космический, и хотим улететь куда-нибудь из этой системы, то мы можем запустить космический аппарат в центр масс, то есть вот я на космическом аппарате прилетаю, зависаю над центром масс, а потом выпускаю специально обученную бабочку, которая перелетает с одного края корабля до другого, в результате распределение масс в корабле меняется, положение центра масс корабля относительно центра масс системы тоже меняется, и космический аппарат улетает в туманность Андромеды. То есть мы можем подобрать такую бабочку, чтобы она приводила к вот такой вот улетающей траектории, и мы улетим без всяких затрат энергии вообще куда-нибудь вдаль. Ну и такой принцип используется и сейчас уже, например, при гравитационных маневрах, космических аппаратах, при полете к дальним планетам, там используется нечто подобное. Вот, ну все, спасибо за внимание. И я еще хотел поблагодарить вот здесь Марка Шилдера, с сайта которого я утащил две анимешки про производные, и Дмитрия Павла, с которым мы обсуждали вообще задачу Ситникова. АПЛОДИСМЕНТЫ